Каждый уважающий художник рано или поздно доходит до момента, что ему нужно сделать ролик на тему Digital Visi Tradishka. И да, это такое приветствие. Всем привет, меня зовут Брис, если вы не знакомы со мной еще. И сегодня я буду рассказывать, что мне нравится в Tradishka и что мне нравится в Digital. И также расскажу свое мнение насчет их минусов и прочего такого. Опять же, это полноценный ролик исключительно с моим мнением. Я не обсираю никого, ни чьи вкусы, бла-бла-бла. Я люблю Tradishka, я люблю Digital. Я в целом люблю рисовать и, наверное, когда ты любишь рисовать, на самом деле ты закрываешь глаза на большинство минусов той или иной сферы своей деятельности. Так что просто не воспринимайте это слишком сильно всерьезно, потому что мое мнение в любом случае не должно влиять на вашу жизнь. И если оно влияет на вашу жизнь, то это немножечко странно. Но, тем не менее, мы начнем. Если вы хорошо меня знаете, да даже если и не хорошо меня знаете, исключительно по моему каналу, видно, что я по большей части человек, который рисует в Digital. И мой путь к Digital был очень трудным. И я шла к нему исключительно намеренно. Поэтому я могу точно сравнивать Digital и Tradishka, потому что я довольно долго рисовала исключительно в Tradishka. И сейчас я тоже периодически рисую в ней. Но, дабы не врать, скажу честно, это не тянет на полноценные картинки. Это скорее скетчи карандашом. Какие-то очень кривые, быстрые из рисовки. Чаще даже я карандаш не использую, потому что карандаш все-таки можно подтереть и что-то исправить. А я так не люблю, мне нужен хардкор. Я рисую сразу цветными ручками. И обычно это очень криво. То есть, я знаю, что выйдет криво, но все равно иду и делаю. Не знаю, почему. И делаю я это скорее, потому что цветные яркие ручки выглядят в скетчбуке покраше, чем скучный унылый карандаш. Даже если это цветной карандаш, все равно выглядит не так ярко. А я приверженец ярких картинок. Я очень сильно люблю яркие цвета. И даже в Digital рисую яркими цветами. Точнее, ну, я стараюсь, по крайней мере. Вот так. Так вот, начнем, наверное, мы с Tradishka, потому что все в основном начинают с Tradishka. Исключительно мое мнение, но мне кажется, что как только ты рисуешь в Tradishka, ты действительно учишься рисовать. И мне, наверное, стоит объяснить этот пункт. Очевидно, что если ты будешь рисовать только в Digital, ты тоже научишься рисовать. Но если вы рисовали и там, и там, вы знаете, что, скорее всего, ваш скилл немножко отличается от того, что у вас есть на компьютере и от того, что у вас есть на бумаге. По очевидным причинам в Digital ты можешь очень легко исправить какую-то ошибку. Ты можешь переместить глаз, который стоит криво, ты можешь его растянуть, ты можешь его на крайняк просто скопировать, ставить. А в Tradishka такого нет. Ты будешь мучиться и страдать, но в конце концов получишь более-менее нормальный результат, который будешь доволен. И примерно так скиллуха и рождается. То есть ты повторяешь одно и то же, и в конце концов ты этому учишься. Скажу честно, у меня проблемы с глазами в Tradishka, это моя вечная трабла. Мне кажется, сколько бы я их не рисовала, я никогда не научусь их делать ровными. Но мне особо и не важно. В любом случае, я определенно люблю Digital за то, что там можно как раз-таки схалтурить в этом плане и просто сделать это по-другому. И как-то улучшить свой рисунок в Tradishka я этого себе позволить не могу. Ну и, знаете, вот этот накройняк, когда ты запорол глаз и идешь рисовать персонажа-пирата. Это должен был быть, не знаю, какой-нибудь мужик, но в конце он превращается в Кео, потому что ты запорол ему второй глаз. Если для вас не Жиза, то тогда, я не знаю. Наверное, вы очень крутой художник, правда. Определенный плюс в Tradishka это скетчбуки. Я не знаю, как объяснить, но я очень сильно люблю оформлять скетчбуки. Мне не сам процесс рисования в скетчбуках так нравится, как тот факт, что я могу наклеить туда всяких разных наклеечек, написать туда какие-то мысли и оставить это лежать. Я не могу понять, почему в Digital я так не могу сделать. Ну, то есть, наверное, могу понять. Все-таки это Digital и это выглядит не так прикольно, будто бы ты картинок с интернета каких-то накачал и типа стикеры, чего, блин. Короче, это не так прикольно. А вот оформление скетчбуков это определенно мое любимое занятие с недавних пор. Когда-нибудь я заполню целый скетчбук и сделаю на него обзор. Когда-нибудь, но пока я слишком мало рисую в Tradishka, чтобы заполнить скетчбук до конца года. Дай боже, я заполню хотя бы половину, но навряд ли. И лично для меня Tradishka это способ расслабления. Когда тебе лень доставать планшет, и ты просто берешь все, что у тебя под рукой и рисуешь. Неважно даже где, может даже и не в скетчбуке. Вот эти самые линии, когда ты болтаешь с кем-то по дискордику, просто чтобы занять чем-то свои руки. Примерно так. Ну и еще, вот вам небольшой стори тайм. Дело в том, что я хотела пойти на курсы по рисованию, будучи помладше. И мне выкатили список материалов, которые мне необходим для того, чтобы научиться рисовать. Это был очень влушительный список, и я скажу честно, это было очень дорого. Я могу определенно в самый большой минус Tradishka идти, это то, насколько она затратная. Как только у тебя заканчиваются карандаши, ты идешь, покупаешь новые и так далее. У меня целый склад материалов по Tradishka, потому что они старые. У меня, блин, акварель лежит с детского сада, который я не пользуюсь. У меня лежит сухая пастель, которую я реально вообще не рисовала, кроме одного цвета. И я даже не знаю, зачем она мне. У меня старые фломастеры, старые ручки, которые наполовину высохли, старые карандаши. И у меня даже есть реальные лайнеры, которые... Ну, которые еще, конечно, живы, потому что они были дорогущие еще, блин, они не были живы. И все, если собрать это вместе, это перекрывает стоимость, блин, моего планшета, самого первого. Мой самый первый планшет был обычной досочкой, самой маленькой. И это была на тот момент дорогая покупка, но если реально собрать все то, что у меня сейчас валяется, включая сбуки заполненные, которые сейчас стоят очень много, очень много они стоят. Получается, что я могла купить себе еще один планшет на эти деньги. И да, я знаю, что многие не могут себе позволить вначале планшет, потому что как раз-таки это дорогая покупка за раз. То есть ты должен в один момент выложить такую сумму, чтобы получить планшет. Но, ребят, поверьте, это того стоит, не говоря о том, что начать рисовать, можно на каком-нибудь бэушном планшете найти на любом сайте барахолки вашего города. Кто-то 100% приобрел себе более новый. У меня сейчас лежит два старых планшета, которыми я не пользуюсь. Другое дело, что я их не хочу продавать, не хочу, потому что для меня это запасные варианты. Конечно, молимся всем селом, что они мне не пригодятся, но я их не продаю исключительно на всякий случай. И я очень сильно люблю рисовать в диджитале, прям обожаю, потому что для меня рисование ярких картинок, для меня скорость, для меня качество всегда будет важнее и выше. Мне нравится, что я могу сделать более траты скетч, но он будет выглядеть в диджитале лучше, потому что у меня есть возможность его исправить. В традишке у меня такой возможности нет, и я всегда очень сильно страдаю и мучаюсь. Конечно, лично для меня фаворит это определенно диджитал, и я буду рисовать в нем, наверное, очень долго, если не всю свою жизнь, потому что, ну, лично у меня скилл реально зависит, наверное, от того, где я рисую. Ладно, может быть, это не прямо так категорично, я не буду врать. И у меня есть работы, которые я более-менее заканчивала. То есть я сидела в традишке, я старалась делать скетч карандашом аккуратно, стирала все ластиком, потом лайнила. Короче, у меня такие работы есть, но, честно скажу, при рисовании таком я удовольствия определенно не получаю. Абсолютно никакого, потому что ощущение, будто бы я страдаю, а не рисую. Но, с другой стороны, рисование и страдание это почти одно и то же. В любом случае, да. Пишите, ребята, свое мнение, в чем вам удобнее рисовать больше, точнее, на чем. И не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, если вам понравился этот ролик. Чекнуть мои соцсети с моими картинками. И жду вас в комментариях. Спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok